Судить о качестве подготовки к отопительному сезону заранее сложно, но можно вспомнить, как в области проходили прошлые зимы. И вот под таким углом ситуация уже не выглядит радужной. Самые серьезные проблемы озвучим прямо сейчас. Котельные. Как много в этом слове проблем в отопительный сезон. Именно поломки там становились причиной большинства трудностей в Иркутской области в последние годы. Самая нашумевшая история произошла в Вихоревке в 2017-м. В городе из строя вышли котлы единственного теплоисточника. На ремонт пришлось потратить порядка 200 миллионов рублей. Зима минувшая заставила понервничать жителей поселка Юрты в Тайшесском районе. Многочисленные аварии на котельной привели к тому, что десятки домов остались без горячей воды и тепла. В населенном пункте также пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Не меньше проблем доставляют изношенные сети. Так, в январе 2019-го в Усть-Куте за короткий срок произошло сразу несколько прорывов на теплотрассах. С холодными трубами остались жители целого микрорайона. А бывает, что все в порядке с котельными и сетями, но отапливать дома нечем. В прошлый сезон с этой проблемой столкнулся поселок Янгель Нижний Лимского района. До начала зимы на местном теплоисточнике сменились владельцы, которые не озаботились запасом угля. Новые хозяева уже в морозы были вынуждены занимать топливо у соседей, а затем просить из аварийно-технического запаса области. И таких историй куда больше, чем мы успели рассказать. Поэтому завершить обзор обнадеживающим выводом не получится. Данил Седов, Павел Желудев. Новости по будням.